Вот с кем я разговариваю, многие вообще не понимают, что у нас война. У них все замечательно, у них все прекрасно. Говорят, Оксана, что ты выдумываешь? Говорят, это на фоне того, что ты вот ребенка своего ищешь, что у тебя что-то там может произошло. Нет, я была изначально против. Потому что я поняла давным-давно, что предатели захватили власть в нашей стране, что они безнаказанно просто гробят наш народ. Я люблю наше отечество, наш народ. Я хочу гордиться своей страной. А теперь нас все ненавидят. И теперь каждый имеет право дать нам сдачу и сказать, что вот они первые начали. На России некоторые люди начинают понимать, что из себя представляет московский режим и в частности, сам Путин. Правда доходит до людей только тогда, когда нападение на Украину начинает касаться их лично. К примеру, у этой женщины пропал сын-срочник. Они оскорбляют жен мобилизованных, матерей мобилизованных. Мы не можем правду найти месяцами. А у нас въезжают совершенно иные люди, которые со своими нравами. Нет, они понятно. И еще когда-то Путин говорил, что главная цель нашего государства – это люди. Но это ложь, очередная ложь. И правительство просто невыгодно возвращение наших ребят с фронта по одной простой причине. Их там научились стрелять. Они очень много увидели. Они очень много научились. Они просто боятся этих людей, вернувшихся с поля боя, выживших и уцелевших. И у нас полицейское государство. Когда нам пытаются втирать, говорить, что у нас демократическое государство, ну это просто… Ну какое демократическое? Объявляя годом семьи. И это год семьи, когда дети плачут, матери сидеют, слепнут от этого. Это геноцид собственного народа. И по-другому я этого не могу сказать. Кругом вранье. И вот явно, что это идет сверху все. Это идет все сверху к слою власти. Я хочу что-то предпринять, потому что это боль матерей, боль всей страны, всех адекватных людей. И нужно остановить это бессмысленное кровопролитие. Каким образом? Я вот и обратилась к Ольге изначально вот с этим вопросом. Что я? Чем я могу помочь нашему миру, нашей стране, чтобы у нас воцарился мир? Между тем, на России продолжают записывать ролики, что они запрещают Кремлю применять оружие массового поражения. Против ядерной войны. Хотя в последнее время все больше и больше в СМИ пропагандируют это. Никогда бомбы не были защитой. Поэтому я обращаюсь к вам, люди, поднимайте свой голос и говорите свое мнение. Запасность создается только любовью и мирными средствами. Также стало известно, что Путин перестал платить зарплату солдатам, потому что денег нет. Получается, что все обещания о миллионных выплатах, это все развод для приезжих. Россияне идут на убои бесплатно. Никаких денег им не дадут. Их используют как пушечное мясо. Моего родного брата. С мая месяца не выплачивается воинское довольствие от слова совсем. Он не получил поощрение за свое ранение. И с части ему так и не было. Выписано ветеран. Не платят зарплаты и операторам котельных в Чехове, Московской области. Операторы собрались и вышли на протест, чтобы рассказать о разрухе, которая происходит на России. Мы хотим обратиться к правительству Российской Федерации. Нас тут собралось совсем немного, скажем так. Одна треть операторов котельных, ВЗУ, работников ЖКХ теплосеть, ГНС. Нам не платят в который раз уже на армутную плату. Ужасные условия труда. Мы просим вас обратить свое внимание на наш город, который развалился целиком и полностью. Мы тонем в канализации. Отопительный сезон будет просто сорваться. Замерзнут люди. Не говоря уже о том, что мы все уволимся и уйдем. Эти котельные уже никогда в жизни не будут запускать. Люди, которые отработали по 30 лет, собираются писать на увольнение. Новых операторов нет. Зарплаты очень маленькие, мизерные. Большие котельные, которые у нас в городском округе Чехово, находятся в очень ужасном состоянии. На оператора туда работать никто не идет. Вот. Канализация у нас течет по всем. Канализация у нас тоже не работает. КНС-ки у нас тоже находятся в плачевном состоянии. Все находится в вольном состоянии. Окружной город Чехов находится сейчас в ботническом состоянии полностью. Администрация наша, Чеховского округа городского и города Чехово не принимает абсолютно никаких мер, чтобы устранить это все. Они пишут отписки, что у нас котельные готовы к запуску. Да ни одна котельная у нас не готова к запуску, к отопительному культуру. Ни единая. Даже если их запустят, они все накроются медным тазом, позвлетают на воздух. Градообразующее предприятие МПЖКХ, которое главный ресурсообеспечитель Чехово, вода, тепло, канализация в огромных долгах. Я считаю, что оно искусственно обанкрочено. Искусственно. Сотрудники в который раз приходят к главе администрации с вопросом, когда, почему и в каком состоянии, когда это будет исправляться. За все это время администрация, глава города, профильные замы трячутся с закрытыми дворями из-за линейкой охраны. Сотрудников не пускают даже в помещение администрации. Следственный комитет заводит уголовное дело, но прокуратура закрывает уголовные дела. И река Лопасня у нас стала и в канализационной артерии. Все стоки, все нечистоты попадают в эту репу. Очистные сооружения не работают. Практически во всем городском управлете. Контролирующие органы бездействуют. Потому что дальше будет еще хуже. Начало топительного сезона может быть сорван. Он уже сорван. Заработная плата работникам не выплачивается с большими задержками. Ночная подработка выплачивается некорректно. Парганам кормить сына. Да, как бы прожить на эти копейки с этой заработной платой вообще нереально. И которой не дают. И пока невменяемый Путин ежемесячно тратит миллиарды на боевые действия, его граждане роются в мусорках в поисках просрочки. Куда вы поперли, я не поняла. Куда вы поперли? Поперли сюда, потому что парни, иначе будут проблемы. Вот она, между прочим, вот эта Москва. Глазами граждан. Бабка по телевизору материт Путина. Правильно делает. Когда, по-моему, уже яйца бы отрезали и все причиндалы. Вот она просрочка. Вот бедные несчастные люди. И я в том числе сейчас попробую что-либо покопаться. Мне даже очень, мне очень, очень интересно, что здесь можно найти. Село зеленое молоко. Молоко село зеленое. Вот молоко вот это просроченное. Ничего страшного, можно на кефир. Нет, яички опасны. Молоко можно на блины точно просрочку. Я сама, даже дом валяется иногда. Так же и кефир можно на блины, девчонки. Смотрите, вот это все можно на блины пустить. В том числе и сметану, особенно на пироги. А вот думаю, сметанки взять, что ли, на пирог испечь своему любимому. Беседина, вы хотите продуктов, а я собираюсь взять. Да, это серпуховской вал, пятерочка. А что, смотри, сметана в хорошей упаковке, на пирог тебе беседина. Блядь, охуеть, до чего Россия дошла. Да, вот сегодня, кстати, в хорошем виде продукты выкинуты, не испорчены. Да, а другой раз выбросят, все разольют тут, поперебьют. А сегодня пожалели. Девчонки, молоко берите на блины. Не-не-не, часто я иногда подхожу, смотрю. Девочки, смотрите, конечно, фарш брать опасно. А вот это молочное все, на пироги, на пироги, на блины, конечно, брать можно. Девочки, берите мои золотые. Вот скажите мне, люди, а какая нужда заставляет нас вот так вот ходить по помойкам? Честно говорите. Привычка уже. Нет, это не привычка. Вам не хватает пенсии, я же думаю, в Москве. Хватает вам? Хватает. А как же вы здесь тогда ходите? А как же, я просто помогаю. Сестре. А, сестре носите, да? Сестре нет, просто помогаю. Понятно. Ясно. Спасибо вам. Дай бог вам, девочки, здоровья. А, пока вы куда-на? Пойдет? Не-не-не. За четверть цены битр золома, без пакетов. Тем временем в одном из российских сел местные жители перекрыли дорогу и не пропускают путинские КамАЗы. Не пускаем большегрузы через деревню. Вот идут КамАЗы, Тонары. Установили, не пускаем, они вызвали экипаж ДПС. Они через село пустили Тонары. Тонар, КамАЗы, вот, пожалуйста. Машина стоит. Остановили, у нас выхода нет. Обращались к прокуратуру Токучинскую, обращались к губернатору. Кто? Понятно. К главе района. К главе района обращались. Помощи нет. Жители вышли, теперь останавливают машину, потому что дороги, пустыки тротуаров. Дорога, улица Центральная, по которой они гоняют эти машины, груженые. Расположена на этой улице школа, детский сад. Детский сад, где, как я говорю, идет Тонар, не притормаживает. Может быть, видать. СОС, помогите нам. Надо решить этот вопрос. В акционированном мероприятии нарушаете общественный порядок. Мышаете право въезду транспортных средств. К объектам инфраструктуры требую прекратить ваши противоправные действия. Дорога свободная. А пластинка у них, видать, заела. Россияне за два дня разграбили целое поле фермера. Кто-то в шутку написал в сетях сообщение, что на этом поле все бесплатно. Халявщиков долго ждать не пришлось. Вот такой бандитский беспредел происходит на России. Капусту тут раздают бесплатно. Мы вот с Валеркой собираем. Тем временем на Россию обрушились песчаные бури, которые превратили трассы в песчаные барханы. Автомобили застревают прямо посреди дорог. Ферма-3 выехали в обход осмотр. Видимость плохая, дороги нет. Другого проезда тоже нет. Дороги выключает. Дороги выключают. Субтитры сделал DimaTorzok Хотя в принципе на России дорог и так нет, к примеру вот так выглядит трасса в Якутии. Вся колонна застряла, грязи, слякоть, срач, видишь колея какая, дождь идет. Также на России в нескольких регионах бушуют лесные пожары, которые жгут не только леса, но и выжигают целые поселки и дачные кооперативы. Тушить особо не стараются, потому что денег нет, Путин все потратил. Да, пожарная приехала, там и стоит, все, своими, да, еще предъявляют, что мы все это выкладываем. Все, не спасти. Да бабулек не знаю как. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok